Привет! В этом видео мы покажем все-все Алинины подарки, которые подарили нам на 3 годика. Надеюсь, это видео будет вам интересным. Приятного просмотра! Алина, покажи, какие тебе медицинские принадлежности подарили? Первое, что Алина очень-очень хотела, это набор врача. Нам подарили даже несколько наборов, их было где-то 3, мы их объединили в 2. Первое, это вот такой вот чемоданчик переносной. И здесь настоящий костюм врача, да, Алина? Ты будешь лечить? Кого ты будешь лечить? Марка. Марка, она Марка лечит своего братика. У нас здесь вот такой вот халат. Он, правда, нам большеват, мы подкатываем рукава. Брючки, да? Большие, они тебе хватят, наверное, до 10 лет, Алина. И вот такая маска. Также в этом чемоданчике у нас прибор, который измеряет давление. И, не знаю, как называется. А в этом таком маленьком удобном чемоданчике у нас лежат всякие-всякие мелочи. Алина, что у тебя там лежит? Здесь, опять-таки, такой же прибор для сердцебиения. Дышите. Дышите, не дышите. Здесь очень-очень много разных принадлежностей. Я, честно говоря, например, не знаю, что вот это такое. Здесь есть, Алина, шприц, да? Ну-ка, да я тебе сделаю укол. В общем, Алиночка, мы с тобой будем лечить Марка, маму, папу. Всех-всех будем лечить, да? Давай уберем. Давай покажем, что еще нам подарили. Девчонки, это одна из моих самых-самых любимых ролевых игр. Мне кажется, я вам когда-то говорила. У нас был небольшой набор. Теперь он у нас пополнился, и у нас есть все-все принадлежности для игр, да, Алин? Закрывай. И здесь закроемся. Первый набор, который Алиночка очень-очень полюбила, это набор из мультфильма «Суперкрылья». Я думаю, что многие этот мультфильм знают. Этот мультик про самолетик «Джет». Покажи мне самолетик «Джет», Алин. Где он? Это самолетик «Джет», который путешествует по разным странам, и у него есть друзья. Как этого зовут? Как вертолётика зовут? «Джет». «Джизи». 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 А это «Донни». «Донни». У Джета есть ещё другие друзья, но у нас пока что только такие игрушки. Самое-самое, что Алине понравилось, девчонки, она первую неделю, наверное, просто не расставалась с этим аэропортом. Я очень хотела эту игрушку для Алины и Марка. Мультик, конечно же, Марк ещё не смотрел, но Алиночка знает уже этих героев, потому что она видела этот мультик. Мне кажется, что игрушки по мультфильму – это очень здорово. У нас раньше никогда не было игрушек именно по каким-то мультикам. Здесь вот так вот поднимается. Алин, давай поднимем. Ну-ка, посади Джета вниз. Вот так вот. Он залетел внутрь, да? Вот так вот залетел. Смотри. На, поднимай его. Поднимай вот это. Поднимай со мной. Подняла? Где он там у нас? Это «Динзи». Смотри, смотри, Джет сейчас вылетит. Алин, летит, летит Джет. Давай. Алин, пусти его, он полетит. Давай. Вот так. Девчонки, вот этот аэропорт, он продавался с Джетом. То есть у него в комплекте идёт Джет. А вот это «Динзи» и «Донни», они идут отдельно. Алин, покажи, как «Динзи» ездит. Она инертная, её нужно немножко оттолкнуть. Дай, Алин. А Динзи ездит вот так. То есть её немножко отталкиваешь, а она ездит. А Донни у нас на пульте управления. Готов к приключениям. Готов к приключениям. Алинка нажимает кнопочки вперёд, крутится и бегает с ним по квартире. И Марк в ходунках за ней. Очень им нравится именно на пульте управления вот эта игрушка. Вообще по мультфильму эти игрушки, они трансформеры. То есть у них выдвигаются ноги, руки. Они как роботы ещё могут ходить. Но у нас вот в такой вариации, я думаю, что на какой-нибудь праздник нужно будет Алине прикупить и другие версии этих игрушек тоже. Также у Джетта есть другие друзья. Я так понимаю, самолётик мира вроде. Ещё какие-то друзья. Нужно будет прикупить Алине с Марком для коллекции. Я думаю, они с удовольствием будут играть вместе скоро. Кнопка? У Дизи нету кнопки. Она у нас просто вот так вот ездит. Она инертная. А вот кнопка. Кнопка? Дай посмотрим. Это нет, это не кнопка. А я хочу поиграться Джеттом. Алин, Джетт полетел, полетел, полетел. А Дизи давай отсюда будет вылетать. Давай Дизи отсюда полетит. Она полетела спасать Джетта. Где Джетт? Джетт, я тебя спасу. Девчонки, Алинке очень нравится смотреть мультик и параллельно играть в эти игрушки. Она повторяет все действия, которые происходят на экране. Например, Дизи полетела спасать Джетта. Алина также все повторяет. Давай, давай я буду Джеттом. Давай я буду Джеттом. Полетели, полетели, полетели. Дай поцелуй. Дизи, дай я тебя поцелую. Ты моя самая лучшая подружка, да, Алин? Надо Джетта купить побольше размера, а то какой-то он очень маленький у нас. Полетели, полетели, полетели. А где Донни? Где Донни? Донни тоже хочет полетать с нами. Давайте вместе летать. Давай. Вот так вот. Я просто в восторге, как Алине понравилась эта игра. Все-таки мы на протяжении трех лет игрались в одних кукол, и ей они изрядно надоели. А вот это что-то новое для нее. Она просто в восторге от этих самолетиков, вертолетиков. Так что, если у вас девчонки, обратите внимание на подобные игрушки. Ваши девчонки тоже будут в восторге. Давай, вот так. Ты нажимай на вот эту кнопку, на вот эту. Здорово, что в эту игрушку может играть как мальчик, так и девочка. Я думаю, что Марк подрастет, а они с Алиночкой с удовольствием вместе будут играться в подобные игры. Да, Алин? Полетел, полетел, полетел. И Алине на головку сел. Сел на головку. Следующий подарок вы видели во влоге, когда Алина его распаковывала. Это гитара. Классная гитара, Алин. Ты ее любишь? Здорово, да? Девчонки, ссылки на товары, которые вы видите в этом видео, я постараюсь найти, оставить. Конечно, не все вам найду, но часть вам оставлю обязательно. Это деревянная гитара, очень качественная. Она нам очень-очень нравится. Девчонки, следующий подарок нам пришел от издательства АСТ как раз к Алининому дню рождения. Мы его еще не открывали. Что там? Это магнитик. Вот такие вкусные имбирные пряники. Ну, приклей, приклей. Давай, иди сюда, дальше посмотрим. Какие тут книжки! Алина, смотри, про котика. Ты хочешь пряник? На, держи. Имбирный пряник. Попробуй, вкусный? 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 Давай книжки посмотрим. Вот такая книжка про кота Боба. Будем читать с тобой. День панды Чу на пляже. Они должны быть очень красочные. Сейчас посмотрим с вами вместе. Давай посмотрим. Смотри. Смотрите, какие красочные картинки. Будем с Алиночкой читать перед сном. Будем с тобой читать книжки, да, Алин? Да. Про панду на пляже панда. Давай тоже посмотрим. Смотри, какие яркие картинки. Панда. Здорово как! И вот эта книжка про котика, Алина. Мы с тобой будем читать. Смотри, какая милая. Дещенки, я так обожаю иллюстрации. Мышка. Давай посмотрим, что есть. Спит, да, котенок. Смотри, убежал котенок. Убежал? Ну, давай посмотрим. Будем читать с тобой. Интересная книжка, Алин? Девченки, у меня для вас очень приятная новость. Я договорилась с издательством АСТ провести конкурс для вас здесь и в Инстаграме. Так что в Инстаграме тоже в ближайшее время ждите пост. Разыгрываться будет одна из этих трех книжек на выбор победителя. Вот котик. С победителем мы уже обсудим детально, какую книжку именно он хочет. И помимо книжек вот такие же вкусные пряники в подобной коробке. Давайте прямо сейчас тогда под этим видео начнем конкурс. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо быть моим подписчиком, поставить лайк этому видео, быть гражданином России, Белоруссии или Казахстана. К сожалению, только эти три страны могут принимать участие в розыгрыше. Издательство может, к сожалению, отправить только в эти страны подарок. И написать, конечно же, любой комментарий под этим видео. Итоги конкурса я подведу ориентировочно через неделю. Девчонки, следующий подарок от Фаберлик. Алина его еще не видела. Я ей заказывала его, он, к сожалению, немножко опоздал. Давай покажем, что там. Что это, Алина? Алина очень давно просила помаду себе. Я присмотрела там в детском разделе вот такую красоту для деточек. Что это такое? Помада. Красьте. Давай, открывай помаду свою. Открывай. Немножечко только. Как же она любит краситься, девчонки. Девушка подрастает. Что это такое? Ой, это будет твой чемоданчик, Алина, да? Ты будешь в этом чемоданчике хранить все для своей красоты. Вкусно пахнет? Дай понюхаю. Жвачкой пахнет. Давай, закрывай. А вот это блеск для губ. Блеск для губ тоже. Тебе, на. Девчонки, также я хотела еще лак заказать, но, к сожалению, забыла его положить в корзину. В следующий раз закажу. Лаки безопасные, они смываются водой, так что деткам их можно. Смотри, Алина, тут зеркало есть. Смотри, тут есть зеркало. Да, да я тебя расчешу. Кстати, а вот этой расчески детской очень много положительных отзывов было. Она такая, знаете, прям плотненькая, очень качественно сделана. Будем Алину ее расчесывать, потому что она сейчас пользуется моими расческами. А у нее будет вот своя такая красота. Все, Алин, хватит. Много нельзя. Что у тебя здесь еще? Следующие здесь вот такие наклейки на ушки, сережки. И наклейки для ногтей. Мне кажется, Алине очень понравится. Попозже будем этим заниматься. В общем, Алиночка, у тебя теперь целая коробочка для твоей красоты. Мы потом ими будем пользоваться. Также заказала Алиночке вот такой спрей с блестками для тела. Все, закрывай. Красавица. Давай, клади, закрывай все. Давай другие подарки посмотрим. Давай книжки посмотрим. Все, она теперь не расстанется с этим боксом. Девчонки, я вам говорила, что если зарегистрироваться на сайте Фаберлик, там можно с 20% скидкой все покупать как консультант для себя. Это действительно очень выгодно получается. Еще раз напоминаю, что ссылка всегда у меня под видео. Так что кому интересно, проходите, регистрируйтесь и покупайте товары со скидками. Ну что, любуешься собой? Красавица, красавица. Посмотрите на эту красоту. Это просто необыкновенный маникюр. Алин, покажи поближе. Следующее, что нам подарили, это была вот такая картина. И к ней разные-разные стразы. У нас остались такие, остальные где-то в Алининых игрушках. Здесь необходимо по цветам разложить. Видите, здесь голубенькие цвета. Эти Алиночки очень нравятся. Они, правда, маленькие, но хорошо развивают мелкую моторику. Конечно, нужно с ребеночком сидеть и выкладывать. Я ей отклеиваю стразинки, говорю, где цвет зеленый ты видишь, приклей туда. В общем, опять-таки, это и для творчества, и для мелкой моторики, и где-то, может быть, для логики. Цветам обучает тоже очень хорошая игрушка. Единственное, вот эти стразинки, они не очень хорошего качества. Иногда, когда я их отклеиваю, они без клея. То есть, они никак не приклеиваются к этой картинке. Я думаю, что если увидите в каком-то детском магазине, обязательно присмотритесь. Может быть, не самую дешевую, а по лучшим качествам, потому что действительно классная вещичка. Но вот у нас, к сожалению, вот эти вот некоторые стразинки не очень хорошо приклеиваются. Следующее, что Алине очень-очень понравилось. Правда, нам немножко это еще не по возрасту. В основном этим занимаюсь я. А Алиночка наблюдает. Это вот такие вот витражи. Они пластиковые. Вот мы один сделали практически не до конца. Вот видите, такие витражи. Их можно подвешивать к рюкзачку, к сумке, к чему угодно. Но самое главное, их, конечно, нужно разукрасить. Здесь вот такие вот витражные краски. Они очень пахнут клеем ПВА или как-то так это клей называется. Очень быстро застывают. То есть, здесь нужна кропотливая, очень аккуратная работа. Конечно, Алиночка еще не справится. Она мне выдавливала краски, а я аккуратненько их наносила уже на вот эти вот витражи. Кстати, очень хорошая игрушка, но мне кажется, что минимум от 4 лет все-таки она. Или с мамой только заниматься. Очень мне понравилось. Видите, здесь собачки разноцветные, куколки, дельфинчики. Эти развивающие игрушки вы видели уже опять-таки во влоге с распаковки. Показываю вам еще раз. Алиночка на протяжении двух недель очень активно с ними играется. Ей они нравятся. Они действительно хорошо развивают и логику, где-то координацию движений, где-то мелкую моторику. Могу вам рекомендовать. Заказывала через Инстаграм. Стоят они совсем недорого. Например, мне очень нравится вот этот наборчик деревянный, куда необходимо по размеру подбирать палочки. Алина, кстати, очень быстро в нем разобралась. Очень-очень хорошая развивающая игрушка. Помимо этого, вы видели у нас вот такую вот рыбалку. Алин, как рыбалкой играть? Ну, покажи, как рыбалкой играть. Как нужно рыбалкой играть? Покажи мне. Вот так. Опа! Поймала, да? Очень классная игрушка. Она развивает координацию движений. То есть, ребеночек должен ровненько-ровненько поднести магнитик. Аккуратненько вытащить. Потом положить аккуратненько на место. То есть, такой пазл некий. Это... Здорово, да? Также Алиночке очень нравится вот эта игрушка. Здесь нужно цыплят по размеру подобрать и закрыть их в яички. Тоже необходимо по размеру подобрать скорлупки. Одна из любимых олениных игрушек сейчас. Тебе нравится, да, Алиночке? Здорово как! Также из развивашек у меня здесь много-много всего. Здесь вот такие деревянные трафареты. И, кстати, можно разукрашивать. Мы просто пока этим не занимались. Видите? Вот так вот подбирать для ребеночка. Очень-очень классная развивашка. Вот такие пазлы деревянные тоже Алине очень нравятся. И также вот такая классная игрушка. Здесь можно сначала выложить вот эти квадратики. А сверху уже подбирать различные фигуры. То есть, учат малыша фигуркам. Звездочки, овалы, круги, треугольники. Хорошая игрушка, да, Алин? Нет. Нету. Куда-то потеряли. А, вот она, она. Вот. Ну, давай сама-сама. Молодец. Ура! Все, убираем. Давай другое покажем. Ну, давай, доделай. Доделай, давай. Скорлупки складываешь, да? Давай зелененькую. Куда зелененькую скорлупку нужно? Сюда. Молодец. А тут вот это. Да, вот это вот сюда. Молодец. Тебе нравится эта игрушка? Цыплятки, да, в домиках своих? И также из развивашек деревянных у нас есть вот такие вот машинки, куда необходимо по цветам выбирать кругляшки. Опять-таки развивает и мелкую моторику, и обучает цветам. Очень-очень тоже хорошие. Вот эта кукла у нас была из набора для лечения, такая медсестра. А вот эту фею Винкс, я думаю, вы все знаете. Алин, как летает? Покажи. Фея у тебя как летает в одном сапоге. Второй, конечно же, мы где-то уже потеряли. Как она летает? Красивая фея, да? Вот так летает, да? Очень красивая кукла с вот такими блестящими крыльями. Алина в первые дни с ней не расставалась. Бегала по квартире и летала с этой феей. Следующий подарок прислала мне моя подписчица Юля. Я вам уже показывала. Это аксессуары для волос. Ручной работы. Здесь различные ободочки. Посмотрите, как нежно. У Юли своя небольшая мастерская. Это все ручной работы. Я так понимаю, она только начинает этот небольшой бизнес, и цены у нее не очень высокие. Так что, кому интересно, ссылочку на ее работу я вам обязательно оставлю под видео. Также Алиночке подарили вот такие вот различные книжки-раскраски, наклейки наши любимые. Мы тут что-то уже наклеивали, разукрашивали. Будешь рисовать, да, Алин? Следующий подарок сделала Алина наша родственница. Это вот такая книжка. Житие блаженной Матроны Московской в пересказе для детей. Я уже почитала немножко. В принципе, думаю, что через годочек Алина будет очень многое понимать. Я эту книжку почитаю. Очень хорошо написано. И также она подарила Алине вот такой шнурок застежкой цветной. Видите? Золотого цвета для нашего крестика. У нас сейчас для крестика обычная какая-то ниточка. Она уже не очень красиво выглядит. А вот эта золотая, мне кажется, хорошо нам прослужит. И также здесь вот такой вот кулончик. Образ Казанская. Тоже одену крестик у Алиночки. Будем носить. Также нам подарили несколько вот таких вот заколочек, резиночек. Немножко одежды. Одежды, кстати, я очень люблю. Она всегда, кстати. Вот такую юбочку. Это все немножко навырос на 104. Мы сейчас 92. И на кофточка. Я думаю, что к весне нам будет как раз. Сейчас немножко большевато. Вот такое летнее. Платюшка. Очень милая. И костюмчик. Здесь вот штанишки с мишкой. И вот такой кардиганчик. Девчонки, ну вот и все, что я хотела вам показать. Надеюсь, это видео было вам интересным. Все ссылки на товары, которые я найду, я обязательно постараюсь оставить вам под видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно на них отвечу. Если этот ролик вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Алин, скажи всем пока. Алин. А воздушный поцелуй? Всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok